Доброе утро! На часах начало девятого. А я уже столько дел успела переделать. Тимур в саду. Я только что забрала учебники. Это всё только что было... Ой! Принесено со школы. Почему-то оказалось двое красок. Роман как-то говорил, что он краски потерял. Мы купили новые. Ну вот, видимо, они нашлись. В принципе, я очень давно не видела Ромкиных учебников. Он всё это оставляет в школе, так же, как и все остальные дети. Если ничего не задаётся, то всё остаётся в школе. Ну а, естественно, он говорит, ничего не задали, поэтому всё было в школе. Наконец-то я увижу, что там, где там есть брак заданий или ещё что-то. Всё, что где есть пропуски, мы всё сейчас будем с тобой доделывать. Он сидит довольный или, наоборот, недовольный. Он говорит, в прошлый раз, когда у детей было, ну, наука сдальна, почти у всех родители были дома, естественно, были на лекциях практически, а он один был с сестрой. Говорю, ну вот, видишь, теперь и ты тоже с мамой. Поэтому учёба пойдёт сейчас на ура. Так, что-то ещё хотела рассказать. А, учебники нужно было забрать ещё в четверг или в пятницу до двух часов дня. Такое ощущение, что у родителей вообще никто не работает. Естественно, я это не успела сделать. Вот сегодня в восемь уже звонила в секретариат, пыталась забрать учебники. На что мне сказали, ничего не знаем, но потом перезвонили и сказали, да-да-да, конечно, приходите. Так что всё нормально. Учебники дома. Ромка начинает учиться во сколько у тебя? Там в одиннадцать часов у него первая лекция. Поэтому мы сейчас спокойненько успеем позавтракать. Правда, у Ярослава у нас через пять минут лекция. Я только вернулась домой, только зашла, а ребёнок ещё спит. Вот, поэтому вот так вот всё и происходит. Если вы детей не контролируете, дети просто включатся ровно в нужное время, даже не умывшись, не переодевшись. Вот так это и происходит. И опять же, какая может быть наука, если ты вот такой вот сонный, ещё не умытый, а уже на лекции. Ну, благо, первая физкультура, поэтому сильно не ругаюсь, но вот сейчас как раз я всё и прослежу, как всё это происходит. Слава, встаём. Видите, даже ответа нет. В общем, всё, выключаю камеру. Иду, 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 иду будить ребёнка. Что, присоединился уже? Да. Да? Учительница есть уже? Да. Я дамы. Еле заставила сейчас снять пижаму. У тебя же, по-моему... Ром, у тебя, по-моему, звук выключен. Да. Учительница есть уже. Учительница есть уже. Учительница есть уже, по-моему, 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 по-моему. Да. Там, где мы наклейки... Помните, там, где был алфавел? Какие дуже есть в месте? Да. И тут, где 134. Слава, не, а там, в этих наклейках, тоже есть мыдло. Да. Мыдло, чтобы... Вот так вот проходит процесс обучения. Клеит уже на себя. Всегда так. Всегда так? Всё, наверное, уже. Ну, хотя бы на руку, не на лицо. Вижу. И тут мы... Препис на... Препис на... Препис на... Что тут вклеим? Баньки-медланы. Прошу, пожалуйста. И вклеим. Препис на баньки-медланы. От рау мыдло вклеите себе тут в то место, которое покажує курсором. Препис на баньки-медланы. Субтитры сделал DimaTorzok 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 и приходят на приём, которые болеют. Разные входы-выходы, всё это. То есть, ну, как бы я там была, смотрела всё это. Вот, вот так. У нас есть ещё два часа до начала лекции с Романом. Роман сейчас занимается оригами, а я пошла готовить обед. Ну и всем спасибо за просмотр. Если не подписаны на канал, обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. И с вами со всеми мы увидимся завтра. Пока-пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова